Первая волна проверок мест массового пребывания людей прошла. Теперь уже не сотрудники прокуратуры инициируют отработку действий в случае ЧАЭС. Руководители торговых и бизнес-центров сами обращаются в кожнадзор с просьбами проверить свои объекты. Именно так было в случае бизнес-центра «Славянский». Данный объект является объектом с массовым пребыванием людей. Дело в том, что, естественно, данный объект, сложности его в том, что присутствует очень большое количество людей, до тысячи человек. Естественно, собственники объектов должны задумываться о безопасности на объектах именно по пожарной безопасности. И с этой целью к нам обратились представители и собственники бизнес-центра «Славянский», повезти у них эвакуацию, посмотреть за действием именно персонала, как они правильно ли отрабатывают все нормативы пожарной безопасности. Заранее отрепетировать действия персонал бизнес-центра не мог. Легенду учения руководству и сотрудникам озвучили непосредственно перед эвакуацией. Сейчас я даю вводную и уже смотрю за действиями непосредственно персонала и посетителей вашего торгового бизнес-центра. У вас загорелось в кабинете секретаря, принтер и оргтехника. Ваши действия, время пошло. Нажимаю кнопку ручного обещателя пожарной сигнализации. В каждом объекте с массовым пребыванием людей должен быть человек, ответственный за пожарную безопасность. Именно он на начальном этапе организует действия персонала и даже сам пытается справиться с огнем. В данном случае, согласно вводной учения, огнетушитель не справился. Здесь есть альтернативная система пожаротушения. Доступ к шкафу свободный, подготовка рукавов к тушению занимает считанные секунды. Но когда и он оказывается бессилен перед условным огнем, сотрудники звонят в службу спасения и вызывают пожарных. Лежницкая 183, бизнес Севдославянский. Условное разгорание, 4 этаж, 404 кабинет. С момента срабатывания пожарной сигнализации персонал и посетители самостоятельно начали покидать помещение центра. Уже через три минуты здание полностью опустело. Показатель хороший, но есть замечания. Люди вышли и на авокационных выходах непосредственно из здания не было организовано дежурство с целью недопущения туда посторонних лиц, а также обратно персонала. Вот на этот недочет мы, естественно, укажем. Теперь выход пожарных. Учение, проверка и их готовности тоже. Дорога от 9-й пожарной части заняла меньше 6 минут. В нормативы уложились. Но уже на этапе подъезда к зданию возникли новые замечания к руководству центра. При возникновении реального пожара автомобили, которые расположены на близлежащей стоянке, хотелось бы их убрать, так как мешали при проезду спецтехники, такое как автолестницы. В ходе учений происходит стандартное развертывание, такое же, как при реальном пожаре. Только воду не открывают. Здесь время также играет первостепенную роль. И снова в норматив уложились. Условное возгорание потушили спустя 5 минут. Не считая проблем с транспортом, в принципе, по нашему прибытию люди уже были все эвакуированы. Это большой плюс. Со своей стороны мы все равно обязаны были проверить все помещения. И мы их проверили, людей там не оказалось. То есть это, в принципе, достаточно хорошо. Цель данной проверки не наказать, а помочь выявить слабые места в системе противопожарной безопасности. По итогам проверки обо всех недочетах объявят руководству центра. Но в целом оценка 4 – это очень даже неплохо. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.